Всем привет, с вами Алекс Ки. Недавно столкнулся с проблемой покупки полиса ОСАГО, что является необходимой частью каждого водителя в нашей стране. Итак, с чем я столкнулся? Первый момент, что я посоветовался с бывшим своим страховым агентом, и он мне сказал, что если у тебя нет скидки на правах, и если у тебя недостаточно большое количество стажевождения, а также есть какие-то определенные технические требования по автомобилю, например, у меня автомобиль менее 100 лошадных сил, то не каждая страховая компания даст возможность оформить полис ОСАГО. Я не понимаю, почему здесь возникают какие-либо проблемы страховых компаний, и почему они таким образом раздробили рынок. Возможно, это и есть какой-то там сговор между данным видом организации, которая занимается данным видом деятельности. Но такое отношение к автолюбителям, я считаю, неприемлемым. Данную проблему я решил таким образом. Я просто приехал в компанию «Ренессанс», отдал все необходимые документы. Странно, что за последние три года при оформлении полиса ОСАГО меня никто не спрашивал паспорт транспортного средства. Но в этой организации меня решили уточнить, когда был выдан данный документ. Я уточнил дату, предоставил им эти данные. Непонятно, для чего им эти данные, если в полисе ОСАГО нигде дата выдачи ПТС не фигурирует. Единственное, что фигурирует, на основании какого документа выдан полис ОСАГО. То есть там прописано ПТС, следующий идет госномер. И, в принципе, больше там никаких данных таких нет. Также был минус в том, что консультант, который оформлял полис, он очень настойчиво утверждал, что теперь у нас все действительно просто и можно оформить полис самостоятельно через интернет. Возможно. Но мой страховой агент, с которым я постоянно раньше оформлял полис, сообщил мне, что у тебя, возможно, получится один из десяти. То есть один из десяти может оформить полис. Возможно, сейчас система уже налажена. Я не пробовал, так как нет необходимости. Это будет через год. Также система... То есть вот если я пришел в страховую компанию, то я оформляю полис по той же самой системе. Но единственное, что мне потом выдают такой бланк полиса ОСАГО, который цветной, со всеми голограммами и указанными данными, что позволяет при остановке и проверке документов сотрудникам ГИБДД посмотреть и проверить достоверность данной информации. Если же вы оформите полис самостоятельно, вы просто его распечатаете на обычной бумаге. Он у вас будет не цветной, а черно-белый, без голограмм, без каких-либо там данных. И также, возможно, у вас произойдет задержка в проверке документа, потому что необходимо будет проверить достоверность, все ли правильно оформлено, действительно ли легальный ООН у вас. И страховая компания несет ответственность за транспортное средство, если вдруг случится ДТП. При этом стоимость полиса ОСАГО, она везде едина, так что если вы приходите в какую-то страховую компанию, помните о том, что есть страховые компании, а есть агенты страховой компании, которые берут дополнительную комиссию, а также включают дополнительно различные страховки, какие-то доп. услуги, которые ложатся на кошелек конечного потребителя. При этом вы можете, наверное, лучше вообще обратиться в центральный офис на территории вашего региона или вашего города и оформить полис там. Система единого окна работает таким образом, то есть это как бы рулетка, то есть ты садишься, тебе страховой агент оформляет полис и каким-то образом таким, с помощью рандомным способом выбирается страховая агент, страховая компания, которая будет нести ответственность в случае ДТП. Стоимость у всех будет единой, но еще раз напомню, что если только у официальных, в центральных офисах страховых компаний. Лучше ехать в крупные компании, такие как, например, Альфа, Страхование, Сагаз. Но я вам порекомендую быть осторожнее на дорогах, скоро весна, и это значит, что будет скоро перепад температур с плюс на минус, что принесет нам небольшую гололедицу, но после этого наступит настоящее лето. Также оставайтесь на моем канале, скоро будет много всего интересного. Подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. У меня на этом все. Всем удачи, всем пока.